Мы продолжаем новости. Добрый вечер в начале выпуска. Коротко о главном. Почти 70 случаев за сутки. В Казахстане растет число зараженных коронавирусом. Последние данные о ковид-19. Успеть в срок. В Алматы строят инфекционный госпиталь для больных с коронавирусом. Ход строительства увидела Рамина Мирзалимова. Общественники и работники антикоррупционной службы организовали проверку в одной из крупных клинических больниц Алматы. К какому выводу пришли, расскажет Айяна Рафина Рихпаева. Всемирно известная корпорация Microsoft наградила казахстанского учителя. За какие заслуги знает Айдана Нураж. За сутки число зараженных коронавирусом казахстанцев возросло до 80 человек. Большинство инфицированных выявлено в Алматы 30 случаев, а в Нур-Султане 29. Диагноз COVID-19 подтвержден у шести пациентов в Казлардинской, троих в Карагандинской, одного пациента в Атыраусской и Мангистауской областях, а также в Шимкенте один заболевший. Таким образом, общее количество носителей коронавируса в нашей стране достигло 1290 человек. В лидерах по числу зараженных Алматы – 380 человек, и столица – 297 инфицированных. Жертвами пандемии стали 15 человек. Последний летальный исход зафиксирован сегодня в Кустанайской области. Скачался 75-летний пациент, а вот за счет своевременного диагностирования и реабилитации удалось вылечить 240 казахстанцев. Каждый пятый инфицированный коронавирусом в нашей стране – медработник. Такую статистику озвучил замминистра здравоохранения Камалжан Надыров. По его словам, в сложившейся ситуации невозможно вести карантин во всех больницах и клиниках. Однако многие учреждения пренебрегают мерами профилактики и защиты от инфекции. В пример вице-министр привел Карасайскую центральную районную больницу, которую посетил накануне в ходе своей рабочей поездки в Алматинскую область. Посещали центральную районную больницу Карасайской области. К сожалению, абсолютно нет никакой настороженности. Несмотря на то, что режим карантина введен, несмотря на то, что в стране действует режим чрезвычайного происшествия, мы продолжаем видеть, что потоки внутри больниц, в том числе посетителей, которые навещают больных пациентов, они продолжают идти, что крайне категорически, конечно же, сегодня недопустимо. Сегодня на брифинге в Алматы руководитель управления общественного здоровья Тлеухан Абельдаев рассказал о кадровых перестановках центральной городской больницы, где заразили 182 медработника. Вчера, 14 апреля, главный врач городской центральной клинической больницы освобожден от должности. Обязанности руководителя данной организации выполняет Аббулай Абмарат Шадвович, который имеет более 28 лет стажа организатора здравоохранения, который ранее руководил данным стационаром, до настоящего времени работал также в данной клинической больнице. Общее число зараженных медработников в Алматы на сегодняшний день достигло 218 человек. Самоизолироваться пришлось и руководителю горздрава. Поскольку я посещал центральную городскую клиническую больницу 6 дней назад, так как являюсь потенциальным контактированным, решил придерживаться самоизоляции, не подвергая опасности своих коллег и населения города. Я совместно с моими работниками и коллегами уже три раза сдавал с начала карантина в городе анализы. Результаты всех анализов отрицательные. Тлеуханна Бельдаев также рассказала о состоянии зараженных коронавирусом. На сегодняшний день в Алматы зарегистрировано 370 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них шестеро детей и трое беременных женщин. Состояние у 253 больных удовлетворительное. В Нур-Султане и Алматы, несмотря на действия чрезвычайного положения и карантина из-за пандемии, возобновят работу ряд предприятий. Сегодня Госкомиссия по обеспечению режима ЧП утвердила перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые начнут функционировать с 20 апреля. В столице запустят промышленные предприятия, дорожно-строительные компании, автосталоны, СТО. Полный список вы видите на своем экране. Банки будут работать с 9 утра до 4 вечера, а нотариусы по предварительной записи. Ресторанам и кафе разрешаются только услуги на вынос. Доставку продлят до 10 вечера. А вот в Алматы со следующей недели заработают промышленные заводы, компании, строительный и дорожно-строительный сфер, а также крупные оптовые рынки стройматериалов, нотариусы также по предварительной записи и одно отделение ЦОНа, расположенное в микрорайоне Шугала Нур-Избайского района. Центр обслуживания населения будет функционировать исключительно для обслуживания предпринимателей. Число заразившихся по всей планете приближается к 2 миллионам. Это данные университета Джонса Хопкинса. Свыше 120 тысяч человек скончались. Еще 465 тысяч выздоровели. Основным центром эпидемии остаются США, где ситуация критическая. Там количество заболевших COVID-19 более полумиллиона человек. Только в Нью-Йорке жертвами пандемии стали 670 жителей. А вот общее число погибших американцев достигло 23,5 тысяч. Тем временем статистика смертей от коронавируса в Великобритании обретает угрожающие масштабы. По последней информации властей, каждая пятая смерть в Англии и Уэльсе произошла из-за вируса. В двух регионах зарегистрировано почти 3,5 тысячи летальных случаев. Между тем, общее количество подтвержденных фактов заражения коронавирусом в Соединенном Королевстве достигло отметки 90 тысяч человек, а погибших – 11 тысяч. В самой Европе обстановка складывается благоприятная. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что темпы распространения заболеваний начали снижаться. Но пик пандемии пока не пройден. Испанское министерство здравоохранения сообщает о 576 летальных исходах за последние сутки. Общее число заразившихся привалило за 18 тысяч человек. Это итоговый выпуск новостей. Смотрите далее. Общественники и работники антикоррупционной службы организовали проверку в одной из крупных клинических больниц Алматы. К какому выводу пришли, расскажет Айяна Рафина Рикпаева. Всемирно известная корпорация Microsoft наградила казахстанского учителя. За какие заслуги знает Айдана Нураш. Онлайн-совещание с главврачами медорганизации Алматы провел Аким города Бахджан Сагентаев. На встрече речь зашла о вопросах, связанных с обеспечением средствами индивидуальной защиты врачей и соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Кроме того, были обсуждены выплаты надбавок и предоставление питания тем медспециалистам, которые находятся на передовой борьбе с коронавирусом, работая в инфекционных стационарах и проводя тестирование. Глава мегаполиса поручил руководителям больниц и клиник регулярно проводить проверку на наличие у медперсонала масок, спецодежды и антисептиков. Аким напомнил, что за соблюдением санитарных норм и правил руководители медучреждений несут персональную ответственность. Готовы ли алматинские госпитали к борьбе с коронавирусной инфекцией? Представители департамента антикоррупционной службы и общественные активисты побывали в 7-й городской клинической больнице. Целью визита послужила проверка работы медучреждений в условиях карантина. Достаточно ли в крупнейшей клинике защитных средств и строго ли соблюдает персонал все санитарные нормы? Подробнее у Аяна Рафина Рикбаевой. В связи с распространением коронавируса все больницы Алматы должны быть готовы к приему и лечению инфицированных пациентов. Медики сейчас наша главная надежда, но и они, к сожалению, подвержены риску заражения. Поэтому представители антикоррупционного агентства вместе с общественниками решили выяснить, как обстоят дела в городских клиниках. Начали с 7-й городской больницы. По словам врачей, запаса спирта хватит еще на два месяца. Поставщики снабжают госпиталь дезинфицирующими средствами бесперебойно. Поэтому дефицита не ожидается. По мнению общественных активистов, здесь созданы все условия для труда и безопасности врачей. Специальный приемный покой оборудован средствами индивидуальной защиты, так называемой СИЗы. Есть халаты, есть бахилы, есть шапочки, есть транспираторы, выдаются антисептические средства. В больнице трудятся 1800 медработников, которые выходят на дежурство посменно. Руководители несут персональную ответственность за каждого подчиненного и строго следят за тем, чтобы персонал был максимально защищен от коварного вируса. Сейчас мы имеем дело с контактами, и поэтому любой пациент потенциально, даже если он поступает с любой другой патологией, с травмой, или с хирургической патологией, или с инфарктом, или с инсультом, он может потенциально быть носителем коронавирусной инфекции. Поэтому все средства профилактические для нераспространения и раннего выявления нами предприняты. У нас имеется 67 тысяч масок, 63 тысяч из резервов, которые передали правильное общественное здоровье, и маски, которые мы покупаем самостоятельно. Слава Богу, на сегодняшний день и до сегодняшнего дня перебоев с поставками со стороны или отказа в отгрузке со стороны поставщика не было. Маски выдаются медсотрудникам ежедневно, с учетом их замены каждые три часа. Дезрастворы размещены во всех отделениях больницы, в структурных подразделениях, поликлинике и в административном блоке. Ими могут пользоваться не только персонал клиники, но и пациенты. Во время мониторинга мы обнаружили, что у них есть 60 тысяч масок. Также убедились в том, что у них есть около одной тонны антисептиков. Мы все видели своими глазами. Все условия созданы для врачей и медработников. По мере необходимости государство будет пополнить больничный фонд. По словам представителей антикоррупционной службы, подобные проверки медучреждений будут проводиться постоянно. Айен Рафина Рикпаева, Мейрам Исабеков, телеканал Алматы. Большинство медицинских работников Алматы получили надбавку к зарплате. В Управлении общественного здоровья сообщили, что всего на поддержку врачей был выделен 1,134,8 млрд тенге. Планируется, что выплаты получат 3,711 человек. Ранее президент поручил премировать медиков, которые находятся на передовой борьбе с коронавирусом. Хочу поблагодарить от врачей средних медперсоналов и младших медперсоналов. Мы получили ваши набавки. Рахмедсиды. 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 положения при президенте страны. Сегодня заместитель Акима города Ержан Бабакумаров ознакомился и проверил ход строительства. Объект расположен в Алатауском районе мегаполиса. Сейчас, несмотря на непогоду, строительно-монтажной работы в самом разгаре. Над будущим госпиталем трудятся около 800 алматинских строителей. Возводить госпиталь начали в начале апреля. Медицинское учреждение строит компания BI Group. Благодаря модульной технологии карантинный центр планирует построить в самые кратчайшие сроки. К слову, сооружение из быстровозводимых конструкций рассчитано на 280 мест, в том числе 28 для отделения интенсивной терапии. Мы предполагаем отдельную вентиляцию для каждой палаты, таких как интенсивная терапия, чтобы воздух и потоки не смешивались и больные друг друга не заражали, не заражали медицинский персонал. А также отдельная система вентиляции и для всех других палат с созданием отрицательного давления в блоке, со шлюзами переходными, там где медперсонал может поменять средства индивидуальной защиты, обеззаразиться и так далее. После того, как мы завершаем объекты, мы территорию всю чистим, облагораживаем и оставляем после себя экологически чистую территорию. По словам специалистов, госпиталь будет состоять из шести модульных блоков, одного административного и пяти палаточных. Определено и количество медицинского персонала планируется, что здесь будут работать около трехсот человек. Приемное отделение состоит из пяти боксов с отдельными заездами. В приемном отделении также будут находиться лаборатории, КТ-кабинеты и рентген-кабинеты. То есть диагностика будет проводиться на месте. В дальнейшем пациенты по состоянию будут переводиться в различные отделения. Кроме отделения реанимации, также будут восемь клинических отделений. Предполагаются трехместные палаты и одноместные палаты. На объекте заместитель Акима города дал ряд поручений, в том числе не только огородить территорию, но еще и создать специальный совет по курганам, в состав которого войдут историки и различные эксперты. Управлению культуры же предстоит разработать план действий и изучить ситуацию по всем курганам города. Кстати, за качествами и сроком выполнения работ будет следить управление комфортной городской среды. Наша задача – это проконтролировать сроки и качество производства работы. В настоящее время уже все модули собраны. Сейчас ведутся работы по установке вентиляции, электроснабжения и внутренних инженерных сетей. Практически завершены на 70-80%. По словам специалистов, срок эксплуатации такого модульного сооружения составляет 10 лет. При этом использовать объект можно в любом месте и по любому назначению. Конструкция легко разбирается и собирается. Строительство госпиталя позволит значительно снизить риск распространения COVID-19. Рамина Мирзалимова, Мурат Тайжанов, телеканал Алматы. Абонентов Казахтелеком не будут отключать за неуплату услуг связи, интернета и платного телевидения до конца действия карантина в казахстанских городах и регионах. Об этом стало известно в ходе онлайн-брифинга с участием главы компании Конышбека Исикеева. Он сообщил, что всем клиентам предоставят безлимитный интернет и премиальный пакет телеканалов без дополнительной платы. Кроме того, по словам Конышбека Исикеева, сейчас у многих пользователей есть доступ к 167 телеканалам. А что касается перебоев в работе популярных интернет-ресурсов, то на это есть веские причины. Причины резкого роста трафика, я думаю, всем понятны, но все же озвучат переход на удаленный формат работы большинства казахстанцев. Значительное увеличение потребления видеоконтента в разы увеличило время пребывания в сети наших клиентов. Так, только за март абонентскую базу Казахтелеком пополнили 25 тысяч домохозяйств. Эти 25 тысяч домохозяйств вызвали взрывной рост трафика использования внешних сетей, и нам пришлось расширить внешнюю емкость каналов на 365 гигабит. А вот порядка 900 казахстанских сел планируют охватить высокоскоростным интернетом 3 и 4G. Как заявил замминистр цифрового развития инновации аэрокосмической промышленности Дарвин Туяков, с введением в стране режима ЧП увеличились требования жителей на качество интернета, как в городах, так и в поселениях. В министерстве с акиматами 13 февраля подписан был меморандум, после этого был подписан план-график, который согласован со всеми акиматами. И в этом план-графике распределена работа, текущая по развитию мобильного интернета в сельских населенных пунктах. Хочу напомнить, что до конца этого года 928 сельских населенных пунктов, где проживает свыше 250 человек, будет охвачена технологиями высокоскоростного интернета 3G и 4G. Всемирно известная корпорация Microsoft наградила благодарственным письмом учителя физики из Петропавловска. Даниар Уалиев удостоился внимания крупнейшей американской транснациональной компании за то, что обучал коллег пользоваться приложением для проведения онлайн-уроков. Мировой лидер в производстве программного обеспечения отметил плодотворную работу казахстанского педагога в поддержке школ во время дистанционного обучения учащихся. Айдана Нураш с подробностями. После введения режима ЧП в Казахстане и карантина в городах и регионах, все учебные заведения страны перешли на дистанционное обучение, в связи с чем появилась острая необходимость воспользоваться приложением для организации веб-занятий. По словам преподавателя физики Даниара Уалиева, Microsoft Teams помогает качественно начать и провести образовательный процесс. Microsoft Teams очень удобен для проведения уроков в онлайн-режиме. Там есть все функции, необходимые педагогу. Я могу показать свой материал, который подготовил, разговаривать с учащимися, загружать задания и получать обратную связь. То есть не нужны никакие мессенджеры, и безопасность высокая. Данные не распространяются третьим лицам. Получить сертификат от имени всемирно известной корпорации Microsoft – двойная радость, признается скромный учитель. Говорит, он мотивирует на еще большие свершения. Нужно было действовать незамедлительно, решать, как будем проводить онлайн-уроки. Поэтому, когда поступил запрос об обучении, я согласился. Но я, конечно, не думал, что получу награду за это. В условиях пандемии продукты Microsoft позволяют успешно организовать онлайн-обучение. Всех учащихся Назарбаев интеллектуальных школ делится впечатлениями Даниар. Учитель физики начал трансляцию своего опыта для общеобразовательных школ городов Нурсултана, Алматы и Петропавловска. Тем временем, сразу в нескольких регионах республики наблюдаются сильные паводки из-за непогоды. В Алматы со вчерашнего дня не прекращаются дожди. В результате выпала треть месячной нормы осадков. По информации департамента по чрезвычайным ситуациям, выявлено пять локальных подтоплений улиц и дворовых территорий, частных жилых домов в Алатауском, Бустандыкском и Житесувском районах. Причиной стало засорение бытовыми отходами орычно-канальных сетей. На местах работают сотрудники районных отделов ПЧС с привлечением водооткачивающей техники. Задействован личный состав ДЧС. Вновь с 14 на 15 апреля на пульсу 12 ДЧС поступило от 15 до 20 звонков от жителей, которые жаловались на подтопление внутридворовых территорий, а также улиц. На местах в настоящее время по 10 адресам работает 58 человек. Всех задействованных служб 9 единиц техники, а также 5 мотопомп. Между тем, в Акмолинской области в результате интенсивного таяния снега произошло повышение уровня воды в реках Калкуттан-Жабай. В связи с чем вода вышла из-за русил рек. Сейчас ведутся работы по укладке мешкотары во дворах жилых домов и откачке воды с придворных территорий. В региональном ДЧС добавили, что за последние три года был реконструирован и построен 381 километр орычных сетей и укреплено около 40 километров русил рек. Это позволило в три раза сократить количество локальных подтоплений. Это был завершающий материал выпуска. Делиться новостями, уважаемые телезрители, вы можете, позвонив по редакционному номеру 266 39 67, а также отправляйте смс-сообщение на швотсап 8 747 750 2502. Через несколько минут не пропустите программу на особом контроле Шулпан Сахариевой. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok